Я владелец и руководитель стрелкового клуба «Ранчо», который находится в Молковске. Это самый длинный на данный момент гражданский стрелковый полигон на континенте «Евраза». То есть мы включены в единый реестр спортивных объектов и спорта как международные стрельбящие класса «А». То есть мы можем принимать любые соревнования, и это все находится буквально в 35-ти минутах резервации. В связи с тем, что мы занимаемся стрелковой высокоточкой, когда два года назад началось ислово, естественно, будучи включенными в стрелковую и военную составляющие, я сам служил в спецназе ГРУ, 2-го региона спецназа, командира отделения разведки и снайпер, значит, естественно, у нас был вагон знаний, которыми мы можем поделиться, и мы сейчас ими начали делиться, этими знаниями. Но не только знаниями, мы стали закупать вот такие вот высокоточечные комплексы, собирать их вместе и передавать их в наши войска. Вот вы занимаетесь сетками, а мы занимаемся серьезными. Это тоже серьезная штука, потому что это составляющая одной и той же боевой задачи. Маскировка и огневая мощь. Все, что вы видите, кроме оптического прицела за российского производства. глушитель, сошка, именно сошка правильно произносить, не сошки, а сошка. Ресивер и ложе этой винтовки, кронштейна и даже кейс, все произведено в России. Мы максимально следим за тем, чтобы в Россию поступало, в российские войска, в русскую армию поступало максимально качественное и максимально русское оборудование. Я провожу огромное количество времени в войсках, и могу вас без всяких патриотических лозунгов и что-то такое сказать, по фактам могу вам сказать, что русская армия – самая сильная армия в мире сейчас. Самая сильная армия – это воюющая армия. Гражданская армия, армия мирного времени никогда не может сравниться с армией военного времени. И на данный момент русская армия – самая сильная армия в мире. Не самая многочисленная, но мы сейчас воюем с 54-мя другими странами, и мы движемся вперед. Благодаря таким комплексам, благодаря другим, то есть армия должна быть разной. Там должны быть подводные лодки, корабли, самолеты, авиации, ракеты, танки, и в том числе и высокоточный комплекс. Перед вами винтовка Лобаева «Возмездие». Хорошее название, красивое. Эта винтовка в калибре 338 Лупаа Магнум – это 8,6 на 70, примерно. 69, это в наших калибрах. Эта винтовка спокойно поражает головную цель на дистанцию 1100 метров. 1100. Ростовая цель была поражена вот с такой винтовки, вот в один из моих курсантов поразил на дистанцию 1830 метров. У меня обучено порядка 300 тяжелых снайперов за моей спиной за два года и более тысячи просто снайперов с СВД. Пулеметчики, ПТУР – это противотанковые управляемые ракеты, ракетный комплекс ПТРК и саперы. То есть мы можем, по сути, после наших курсов, можем взорвать все, что хочешь. Ну, то есть завести взрывчатку. И самое главное, вы должны понять, что саперные войска в армии называются инженерные войска, потому что посредством их, посредством мощности взрывчатки выполняются абсолютно разные задачи. Плавно перейдем к тому, что что такое взрыв? Взрыв – это химическая реакция с выделением, ну, с расширением вещества и выделением стекла адреса. Я все-таки еще три успела. Спасибо большое. Это приятно. Я, кстати, хочу вам сказать огромное спасибо за прошлую вашу посылку и с нашей встречи. Я увез их в 30-е, 21-е и 15-е бригады нашей 2-й гвардейской армии. И мы видео, конечно же, к сожалению, не записали, потому что я не блогер. Если бы со мной кто-нибудь из вас поехал с видеокамерой и постоянно снимал какие-то за мной шаги, то, естественно, мы могли бы для вас снять все за фильм и показать для вас, ну, как это происходит в натуре и рассказать вам кучу историй. Кстати, вот пока мы шли сюда, я тебе рассказывал, наши самарские парни, 51-я рота спецназа, 2-й отдельный, 2-й гвардейской армии, сегодня ночью пересекли дорогу, проспект, который являлся единственной точкой снабжения Абдеевки. И... А? Индустриальный. Индустриальный проспект был. Сегодня ночью он был занят. И сегодня был повешен флаг над администрацией одного из районов Абдеевки. Это крутая победа, она дается нам нелегко. По моему мнению, война это самое плохое, что может случиться с человеком, и это, к сожалению, это рукотворная трагедия. В отличие от природы, которая может нас вот так смести со своего, вот, со земного шара, вот мы, ну, армия, это во время войны, это всегда самое плохое, что может случиться. Но, к сожалению, без войны не нельзя. Это, как вот у меня сын, дед мой сын, 19 лет, я брал его с собой в одну из командировок, и мы проезжали с ним через родные Телесичанск, Телесичанскому НПЗ, рядом с селом Белогоровка, который до сих пор, кстати, мы еще не взяли, 4,5 километра было от дороги. Мы попали с ним под обстрел с на 55-мм орудий. Вот, но, слава богу, все хорошо. И своему сыну я сказал так, я ненавижу военных. У него в этот момент, ну, там, он чуть с ума не сошел, это полностью моя противоположность. Мой сын, это моя полностью противоположность. Он пацифист, он не занимается спортом, он не летает со мной на параплане, ну, только пилотом, только, вернее, с пассажиром. Он не стреляет, он не занимается охотой, ничем вот этим не интересуется, но я постарался взять его с собой на войну, и чтобы убедить его в том, что его система ценностей, ну, которую информационное поле, которое он вокруг себя создал, ошибочно и нереально. И я ему говорю, военные, я ненавижу военных. И он, он не понимает, я, моя надежда вот такого цвета. У меня дома пять вот таких штуковин. Я постоянно или на охоте, или с кем-то воюю, или там кого-то учу, или у меня стрельбище. Он говорит, как так, почему? Потому что военные разрушают. Потому что военные разрушают, и перед ними нет преград. Города, судьбы, жизни, целых народов. Но я свято верю, и я отношусь к тем людям, которые... Ну, мой основной бизнес – это стройка. Я копаю котлован. Мой бизнес до войны был, и сейчас он есть. И я говорю ему, что на смену всем воинам всегда придут строители и созидатели. люди, которые сделают этот мир лучше. И как бы жестоко не звучали эти слова, но вот ваш микрорайон новый. Он был построен созидателем и строительным компанией «Древо». Я, кстати, сюда очень много привез чебенки и песка, и копал котлованы для вас. Но я говорю, что это бизнес, который... У вас город новый. Города Мариуполь, города Северодонецк, города Алисичанск, старые города. Там огромный ворох, проблем коммунальных, ливневки, старые трубы, алюминиевая проводка, старые перекрытия, дома, обветшавшие и все такое. Все это военное с легкостью уничтожили сейчас. И это, по сути, обновление кожи. Если мы с вами уберем отсюда трагедию людскую, то, по сути, город как кожу обновляет. А если вы сейчас приедете в Мариуполь, вы не узнаете его. Даже если бы вы жили всю жизнь в Мариуполе. Потому что, когда я жил... Когда год назад, я январь-февраль прожил в Херсонской области и раза четыре проезжал через Мариуполь, сюда, в границе, за медицинской помощью. Мы возили туда медицину, коптеры, сюда подозреваем, за гаммитаркой. И каждый раз я удивлялся. То есть ты едешь вечером по... Мы с вами думаем, что Мариуполь – это разбомбленный город. И нам страшно туда даже подумать, что мы туда поедем. Но ты едешь по вечернему городу, а там люди гуляют с собаками. Они прогуливаются просто так вот, как мы любим гулять сегодня здесь. Единственное отличительное, особенность, что там не горят уличное освещение, не горят фонари. Не работают светофоры, и город пахнет горем. Это вот то, чего я не могу вам рассказать никакими рассказами и какое видео вам не передаст, что... Ну, город с жженными матрасами. То есть все, что люди натащили в свою квартиру, это все сгорело, естественно. Но ты проезжаешь буквально 300 метров, вот из этого района ты выезжаешь, в который сейчас стоят огромная техника, крушит их эти дома, потихонечку съедают их, крушат их в щебень, грузят грузовики, вывозят куда-то, и на этом месте строятся новые вот такие же, как у вас, дома. То есть вот Мариуполь сейчас выглядит примерно, как чистый город. Южный город. И он чистый. Вот. То есть война, две ипостаси. Это чудовищная трагедия людская. И вместе с этим это созидание и есть, есть где-то развиваться. Любой человек найдет себя на войне. Тот, кто хочет спасать человеческие жизни, он, это максимум для него, да, то есть никогда... Многие врачи-травматологи туда ездят, со мной ездят в том числе, я организую, потому что огромные лекции и в том числе с медициной. У нас есть Гоша. Я показывал Гошу. Мы купили куклу за 750 тысяч рублей, у которой кукла, человеческая кукла, мы назвали ее Гошей. У него есть все существующие травмы, которые, ну, может человек получить на войне. Там, у него там отсутствует правая ступня, потому что он, типа, наступил на гину. У него сломана левая нога, там, закрытый перелом. И у него есть своя кровеносная система, представляете, то есть это кукла пластиковая, но у нее есть кровеносная система, и ему нужно накладывать шнур, жгут, можно сделать инъекцию в вену, у него есть вены, у него есть глотка, зубы, то есть все легкие, то есть все на нем есть, вот это, и мы на нем учимся. И однажды врачи приехали к нам помогать, травматологи, и, естественно, когда, например, я везу с собой медика, мы собираем медиков, чтобы он учил медика. Когда я везу с собой сапера, собираем саперов, снайперов, ну, то есть поняли, да, по специальностям. И медики приехали, и, естественно, у каждой группы есть свои вопросы, и медики задали такой вопрос, нам нужен друг. Война говорит, еще с ума сошли. Ну, то есть, представляете, да, война, медики приехали учиться людей оказывать максимальную помощь, и они по своей профессии, для них это нормально, это как вот для меня винтовка, то есть для меня винтовка, это нормально, я держу ее в руке, я знаю, у вас, и все такое, а для них труп это нормально, ну, для травматологов, то есть они говорят, дайте нам труп, то есть у вас аж военный, говорят, то есть, чтобы вы понимали, для потери на войне, это всегда трагедия, даже для самих военных, для друзей, для сослуживцев. мы перескакиваемся с темы на тему, я вот, давайте я вам расскажу про эту винтовку, про войну в целом непонятно, я думаю, что, ну, понятно, что это трагедия, давайте я вам скажу про винтовку, это, еще раз, 338-й калибр, это очень точная винтовка, на 100 метрах она может сделать 1500 выстрелов подряд, пуля в пуля, прямо вот одна ручка будет, если правильно настроить ее, очень важно научить бойца настраивать эту винтовку и уметь работать с ней, если, это по сути ламборгини, и если эту ламборгини дать в неумелые руки, это все равно, что пригнать ламборгини какой-нибудь совкоз, они скажут, ну, у нее расход 100 литров на соль, клиренс валит, картошки в нее не лезет, вообще нисколько нельзя отвезти, как на РЭП, если это не понятно. То же самое и здесь, здесь нужно обязательно научить, обязательно показать, и еще раз говорю, пока пуля летит к цели на этой винтовке, то есть мы должны учитывать первую же свою поправку, потому что пока пуля летит, земля проворачивается, ты должен учитывать, в какую часть света ты стреляешь. Если стреляешь на север или на юг, то пуля смещается вправо или влево, если стреляешь на восток или вверх и запад, то пуля не долетает или перелетает к цели. Повторюсь, как бы максимально отечественная история, здесь складывается там, ты кладешь чудесно, вот. И вот, и ездим мы, конечно, и учим. Значит, если вдруг у вас сейчас есть какие-то вопросы, можете задать, и мы поменяем русло беседы. Почему нельзя прицелы российские? Нет у нас специалист, который появился? У нас есть только одна компания пока, которая делает прицелы, это компания Дидал, и она перегружена. Мы просто, как участники, не можем взять у них и купить то количество прицелов, которое нам нужно, и мы американские прицелы перетаскиваем сюда через Казахстан. Это американский прицел, просто они были привезены в Казахстан, и потом они привезли к нам. Да? Аналоги есть? Западные аналоги есть? У этих винтовок? Полударные в отчестве? Да, да, конечно. То есть есть такие винтовки Манлихер австрийские, Штейр Манлихер, есть финские винтовки САКО, ТРГ-42, есть винтовки Ахвуси Интернешнл, английские, это высокоточные тоже комплексы, армейские, и они прям армейские, они поставляются в армию, они поставляются в армию Украины, и посредством наших снайперов они поставляются в армию России. То есть, естественно, мы как бы их трофеем, естественно, мы их применяем. Вот. Кстати, по этому поводу у нас есть замечательное правило здесь вот таким вот движением, затвор извлекается, и эта винтовка становится просто куском жилета. Поэтому у нас есть правило, затвор несет один снайпер, а винтовка другой, и поэтому эта винтовка никогда не достанется врагу, в рабочем состоянии. К сожалению, наше правило было вывода на вот, но все правила на войне написаны чьей-то правиль. Вот. Задавайте вопросы, я готов. Вот мне скоро просто школу уходить, но я хотел узнать, вот говорят, что российский ВРПК очень сильно, ну, с начала войны начал набирать обороты, усиливаться, а вот насколько он сильно, ну, если не знаю, реально может быть. Он сильнее, все Европы вместе взяты. То есть, ну, а это вот за ВРПК подтягивается ими кто-то в РВИ, и какие-то другие там. Естественно, это целая индустрия, это огромная индустрия. Кандок называется ВРПК, со всеми поставщиками, которые поставляют медь для проводов, пластик для оплетки, микросхемы для создания всей этой истории. У меня вот, потому что знакомые, я в Татарстане часто бываю, там есть там ЕЛА, Буга, Алабы, у них особо экономические доны, вот там знакомый начал на заводе работать, там целый завод открылся, они дроны там делают, взрывчатку. Да. У нас тоже это тоже делается. Так красиво, хорошо прям. У нас тоже это все делается, очень широко мы шагнули вперед, наши ланцеты до сих пор никак не могут они сбить, вот, по МПК тоже не могут никак сбить, это, ну, то, с чем они не могут бороться. Существует всегда вот это вот действие противодействия, и вот у нас есть комплексы, много таких комплексов, которые сейчас украинцам нечем противопоставят. Мне это чудовищно жалко, что они вот отдались от провокации, вот, но наш ВПК просто, ну, очень круто сейчас шагнул. Вот, все, все эти европейские, вот эти вот, Storm Shadow, или там, все эти ракеты, практически все, сбиваются, если наши системы ПВО включены. Вот наша система ПВО, ТОР называется, я вчера общался с заместителем командующей 7600 дивизии ПВО, вот, ТОР видит ворон в воздух, и может ее сбить по ракету. Он говорит, это просто нецелесообразно, но на спор собьем. Я говорю, ну, я как бы, я тоже собью. Вот, поэтому ТОР, это очень крутая история, Панцирь-С, это ракетно-пушечное ПВО, тоже очень крутая история, вот, плюс, еще раз я вам говорю, наша армия сейчас малочисленней, чем украинская, но вы должны понять, что мы им выбили 8 армий. А одна армия сколько человек? 50 тысяч? Вот смотрите, вот, допустим, мы зашли туда контингентом в 160 тысяч человек, наш контингент туда зашел два года назад. На этот момент у хохлов под штуком было 700 тысяч человек. 700 тысяч. Там уже 70 страны, как-то разное. Ну, не важно, я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что они провели 8, 10, они сейчас вяжут десятую волну мобилизации. Да? 8 волну им вышли. 8, мобилизовавшись только один раз. Вы должны понять, что примерно такие потери есть. 1 к потере. 1 к 10. к сожалению, потери есть. И это не всегда боевые потери. Просто взять вот так вот сейчас 160 тысяч человек и переместить на тысячу километров в любом случае будет потеря. Потому что это люди. Потому что это разные, абсолютно люди. Они не все не все Рэмбо там, да? И кто-то спрыгнет с грузовика и вдруг потеряет сознание. Кому-то станет плохо в дороге или кого-то грузовик задавит. Это постоянная какая-то вот история такая. То есть бывают вот такие потери. Бывают такие потери, как я в прошлом году вам рассказывал. Мы самарских пацанов учили. Приехали ВПЛА, взвод ВПЛА, 12 лотов, 6 инженеров. Что такое инженеры, я вам рассказывал. То есть ВПЛА это номер, который управляют этими дронами, но должны быть люди, которые должны создавать для них взрывчатые начинки. То есть взрывчатые вещества создавать. Осколочные, аккумулятивные, действия с тем в группе этого не нужно. И эти мальчишки приходят к нам и говорят конструкторам, они говорят мы придумали классную штуку дистанционно подрывать дрон. Мы говорим а время 9 вечера. Мы говорим ну рассказывайте. Они говорят вот так. Мы как саперы им говорим так делать нельзя. Нельзя. Завтра в 6 приходите к нам в 6 вечера и до 9 вечера за 3 часа мы проведем среди вас лекцию которая расскажет как нужно это делать. Как запускается взрывчатка как запускается штатное взрывное устройство. Они кивнули и на следующее утро 9.45 я написал у одного вот здесь на шее когда из его оторванной кисти перестала идти кровь. Я остановил эту кровь и маркером написал на 9.47 потому что они послушали на вас и они взорвались все в шестерон и все в шестерон 300. Просто у подразделения перестало существовать инженерное подразделение. Один не послушал и взрывчаткой сделал логались. Двое без глаз один без руки мальчишки молодые всю жизнь они на складе нет глаз нет пальцев нет у нас никто их не выдаст все потому что знание сила и именно знание мы несем знание точного выстрела знание о безопасном создании взрыва общества о том как оказать правильную помощь потому что когда из организма лещет кровь есть несколько секунд у тебя на принятие правильного решения а кровь лещет беда потому что люди к сожалению такие люди которые сами придумали способ убивать друг друга вот и ну я не знаю это еще раз говорю это время пойдет это время героев это время когда когда туда ты приезжаешь с тебя срывают вот вы все я передо мной разный у вас у всех каждый есть ярко выраженная есть индивидуальность вы подчеркиваете и создаете свой образ прической одеждой поведением и способом общения когда вы попадете в армию вас побреют с вас снимут ваши красивые кроссовки или там одежда вас оденут всех одинаково вот одинаковая прическа и единственное что это ценное это знание которое есть в вашей голове и в сердце если вы в сердце трус это вот так строится на первой же атаке если вы в сердце воин то это тоже все и мгновенно ваш авторитет мгновенно вывести просто как ракета взлетает за несколько секунд на несколько километров точно так же вырастет ваш авторитет если вы герои если вы совершаете поступок и все подвиги которые совершены на войне они всегда иррациональны с точки зрения гражданского человека абсолютно мы не понимаем зачем Александр Матросов лег на амбразуру ДОТа знаете подвиг Александра Матросова конечно это наше старое поколение знает значит Александр Матросов человек который в 42-м году подобравшись к немецкому ДОТу и у него закончились гранаты он не мог его подавить но чтобы прекратить убийство наших пацанов из пулемета своим телом накрыл абразуру ДОТа и не позволил пулеметчику дальше стрелять естественно погиб это иррациональный поступок с точки зрения гражданского человека но это геройский поступок и мы знаем этого мальчишку спустя 85 лет там 100 лет 80 лет и это сколько ничего мы не знаем еще да и это смысл фразы когда вы читаете в интернете быть воином жить вечно именно об этом иногда до большинства людей из-за ления из-за склонности все гнивы из-за из-за сомнений в голове они говорят да да нет не сегодня завтра сделаю или там чего-то я сделать не буду потому что ну у меня не получится сомнение получится ребята у всех у вас все получится я из-за абсолютно простой семьи вот ну максимально простой мой папа до сих пор работает на тракторе моя мама медик и мы же очень жили бедно у меня три брата еще и еще раз я вам со высоты своих 43 лет скажу только трудолюбие один талант и одно знание ничего не 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 позволит вам в жизни сделать напор и трудолюбие и тогда вы достигнете любой высоты которого прицел поставить хочу быть губернатором и вы станете поставьте перед собой цель но эта цель огромная как слон и съесть слона сразу невозможно но если разделить слона на маленькие кусочки или добавить к этому время маленькими кусочками мы съедим слона и достигнем любой цели той которая вам нравится и естественно если вы будете заниматься тем кто вам по душе вы будете счастливым человеком быть счастливым человеком право синим выбрать просто сделать выбор суметь его рассмотреть в своих в своих мыслях вот как ваши мысли текут мы же иногда не можем их контролировать откуда иногда бывает знаете шальная мысль стрельнет в твоей голове думаешь откуда ты родилась как-то сгибируется и естественно сознание купирует его и ты дальше живешь спокойно вот задавайте еще вопросы потому что я могу куда-то в сторону ввести может быть вам это неинтересно может быть вы не понимаете категории которые я говорю степень выучки украинских бойцов за два года резко упал естественно а вы поймите представляете вот как бы вот давайте так вот подразделение мы все я прям несколько раз это просто видел они во-первых кто из вас не любит управиться поднимите почему как это относится к народу короче ты к войну по сути нет ни одной руки если я сейчас стоял перед украинскими школьниками я бы сказал как вы относитесь к России ни в коем случае слово России они не произносят вкусняк у меня вот здесь вот шеврон есть злой войны я прошу прощения за мат они нас называют орки и когда меня кто-то из них называет орк я всегда говорю называй полным именем они стараются обесчеловечить нас и стараются рассказать такие сказки про нас чтобы их воинам было не жалко они пытаются подменить понятия человеческие понятия и наша самая главная задача оставаться константы не зыблемой константы человек человеколюбия мы старшие браты и они отступились мы пытались их уговорить не вышло значит сейчас война и через разрушение через убийство мы все равно достигнем своей цели и мы не стали их ненавидеть так как они ненавидят нас еще раз истерично обезумевши они называют нас по-всякому но этого нет в России об этом и речь знаете это есть вот я просто у них у них видел я не знаю у них в магазинах я видел а вот у вас у нас у нас в России я здесь не видел глаза продаются такие жвачки похожи на глаз они у них называются глазки москаля они реально говорят что это дети москалей как это в голову вообще поместило как это сгенерировалось в твоей голове невозможно поэтому просто шлифками не удается вот изменить эту историю очень часто бывает такое что пленные будучи вот так вот скажу я общаюсь на самом высоком уровне с командармами я общаюсь и один из заместителей командующих по разведке там есть уже своя военная полиция есть ФСБ там есть военная прокуратура он говорит если у меня через два дня ФСБ из сейфа не забрали на коту которому изъяли у пленных у меня не закрывается сейф представляете что такое маленькая таблеточка вот такая может из тебя идиота сделать на неделю сейф не закрывается не сгораемый вот столько на котель изымается это этой нации конец к сожалению мне невероятно жалко этих мальчишек я смотрю на них ну представляете сейчас я вот я бы сейчас вам стоял и рассказывал что украинцев надо убивать там это просто чудовище это никакие не украинцы это я бы называл их исключительно там упропы хохлы или как-то вот ну чудовищными всегда словами и вы такие другое надо убивать давайте сюда заведем его и здесь вместе зарежем адиот ну как это было реально вот так и это к сожалению к чудовищному сожалению может быть я сейчас как бы меня несет немножко вот и я не очень понимаю что передо мной дети но ребят ну как бы самое главное наше качество русских это знание и добродетие добродетие оно несущее наших всех опыслов и действий мы одна из самых адекватных наций мира именно поэтому и самая большая страна одна Якутия например если бы была отдельным государством занимала бы седьмое место по территории в мире просто Якутия и республика Саха вот задавайте вопросы я прям прошу вас когда я с солдатами общаюсь я всегда говорю так я проделал огромный путь только для того чтобы вы задали мне вопрос мне очень интересно задавайте вопросы кстати вот здесь мальчик задал шикарно вопрос вот эти беспилотники да ну так кто-то там вылетит но это же запускается не с территории конечно нет конечно нет точно так же как и еще раз война многогранна и с их стороны сюда проникли ДРГ и я вас я вас прям уверяю там наработать наше ДРГ это диверсион да разведывание разведывание всего-то разведывание на дворах то есть ГРУ это служба в которой я служил их учит на то чтобы мы по отдельности проникали на территорию противника выживали там обзаводились оружие и выполняли боевые задачи которые нам через там средства связи поступят вот и то же самое они покупают здесь взрывчатку здесь покупают дроны и атакуют наши гражданства к сожалению так но война идут в момент противостояния момент мобилизации вашей мобилизации мобилизации